Медицина 21 века нацелена прежде всего на профилактику выявления болезней и их предотвращение. Ученые открыли множество способов для лечения инфекций, когда человек уже родился. Но что делать, если некий дефект появился при беременности? Аппарат по редактированию генов способен еще на стадии эмбриона выявить генетические отклонения. Но насколько эффективно и безопасно использовать такой аппарат? Насчет вот таких ситуаций переживать не стоит, потому что это пока делается на клеточном уровне, а потом идет уже отбор клеточных вариантов, которые будут удачны. Поэтому здесь есть некоторая степень защиты. И после того, как проверят, что все строилось хорошо, белок экспрессируется, все нормально, то есть только после этого будут вводить клетки. Генная инженерия, как обособленное направление в науке, появилась в 1972 году в Стэнфордском университете. Тогда ученые впервые смогли создать гибридный ДНК в бактерии кишечной палочки. Исследователи предполагали, что новый метод изменения генов и получения нового ДНК может использоваться в медицине. Кэрри Маллесом, американский ученый, изобрел прибор для обследования генетических болезней. В 2023 году исследователи из университета Райса смогли улучшить и доработать технологию Маллесома по редактированию генов, сократив шанс появления неожиданных мутаций на 70%. В течение жизни некоторые из этих мутаций, или вернее большинство этих мутаций, они в принципе не проявляются у нас в фенотипе. Некоторые из них происходят в наших соматических клетках, и это даже не передается потомству. Но вот страшнее как раз мутации генеративные, которые происходят при образовании гомет, и тогда появляется больное потомство. По некоторым подсчетам частота мутаций на человека приходится где-то 1-3 мутации на поколение. У классического метода редактирования генов был существенный недостаток. Из-за активного протекания процесса был риск появления нежелательных мутаций. Они вызывают тысячи различных заболеваний не только у новорожденных, но и у взрослых. Ученые же смогли создать механизм активации и деактивации процесса, что позволяет сократить количество нежелательных мутаций. Исследователи разделили молекулу аденина на два отдельных белка, которые остаются неактивными. Но с добавлением препарата, который используется для лечения рак, удалось синтезировать вещество, способное преобразовать молекулу ДНК. Теперь невирусный способ по редактированию генов стал не только эффективным, но и безопасным. Но существует также и небезопасный способ. Его эффективность выше, чем у привычного метода, но мутации могут появиться с большой вероятностью. Есть вирусные и невирусные методы доставки генных конструкций. Наиболее эффективны являются вирусные, потому что эта система сама природой рассчитана на то, чтобы встраиваться в нашу клетку и потом наш геном. Но, к сожалению, да, это несет в себе опасность, потому что вирус болезнетворный, естественно, мы получаем конструкцию вирусную, которая безвредна для человека, но если, допустим, она, а это мы контролировать не можем, вдруг случайно столкнется с болезнетворной, то тогда в результате за счет рекомбинации этих вирусов может возникнуть новый какой-то вирус, который мы не могли предсказать его возникновение. Генная инженерия – наука 21 века, которая помогает человеку не только в лечении многих видов болезней, но и в других сферах жизнедеятельности. В настоящее время генная инженерия широко распространена в сельском хозяйстве, производстве лекарств, а также для выращивания различных сортов растений. Медицина является той областью, где генетическое редактирование является необходимым. Проверка на мутации и на наследственные болезни помогает заранее узнать и предотвратить развитие патологий. Теперь с улучшением прибора удастся спасти не одну сотню тысяч людских жизней. Николай Суховский, Александр Кузнецов, Универньюс.